Всем привет! Сегодня поговорим о моей сборке Linux Mint Cyanamon 18. Ну, первое, как ее скачать? Практически под любым из моих последних видеороликов имеется ссылочка на мой сайт. Идете на мой сайт. На моем сайте, значит, имеется кладовочка МЕГА. Написано, с Казахстаном не работает. Но, если поставить специальное расширение, которое позволяет обходить эти запреты, то можно и из Казахстана попасть на кладовочку МЕГА. Итак, нажимаем на МЕГУ. И вот, смотрим, здесь Linux моей сборки. Linux Mint. Сейчас немножечко я расширю. Вот, Linux Mint Cyanamon 64-битная сборка. Ну, во-первых, скачиваете, самое быстрое скачивание идет, это файлик контрольной суммы. И затем скачиваете вот таким вот образом саму сборку. Сборка занимает 2,4 гигабайта. Когда вы файлик скачали, вот на рабочем столе допустим он у меня, нажимаете на нем проверить контрольную сумму, значит, у вас выскочит вот такое сообщение. Плюс открываете файлик, который вы скачали, и у нас получится 2 контрольные суммы. Если они совпадают, значит, образ вы скачали правильно. Ну, и я всегда еще эти образы проверяю на ритуальной коробочке. Вот, я запускаю ее. Идет меню загрузки. Загрузка началась в этом голосе. Предлагается сразу, значит, завести свои пароли и зайти в Skype в Dropbox в овощное хранилище. Он тут же предлагает скачаться и начать там установку. И еще имеется другая кладовочка. Имеется кладовочка на Меги. Ну, практически все самое необходимое я вам показал. Образ скачан правильно, потому что совпала контрольная сумма и образ запускается на ритуальной коробочке. Это вот одно из самых, скажем, важных действий, когда вы решаете скачать и проверить мою сборку. Что присутствует в сборке? Значит, ну, первое. Значит, работает, ну, значит, ну, прямо вот сверху в порядку. Имеется, значит, два браузера. Браузер, значит, Mozilla Firefox и Google Chrome. Естественно, все последних версий. Установлена, значит, у меня вишенка. Но для вишенки вам будет нужно скачать вот этот файлик. Через три команды видео или автора или вот этот вот один из самых последних. Просто берете, вот так нажимаете, скачиваете и сохраняете в любую папочку, которая вам нравится. Дальше. Значит, установлена программа в Айте. Причем я сделал ее автоматически, чтобы она стартарала. Поэтому вот если я нажму здесь на нее, то через какое-то время у меня, значит, автоматически начнут меняться обои рабочего стола. Просто я выбрал темный фон, чтобы на нем была видна системная информация. К сожалению, значит, версия, значит, вот он указывает не совсем верно. Но пишет, что на 64 бита, а вот что это Linux Mint 18 Sonomon не указывает. Ну, не столь уж, кажется, большая разница. У многих были жалобы, что вот этот гаджет, он появляется в отдельном окне. Но вот видите, я сделал так, что он теперь находится не в отдельном окне. Все, как говорится, нормально. Поэтому, значит, здесь плановаться не следует. Дальше, значит, что еще? Значит, ну, установлена программа SystemBug. Естественно, все эти образы, которые, значит, были созданы, они были созданы при помощи программы SystemBug. И в предыдущих роликах, значит, у меня, значит, есть там подробное описание установки программы SystemBug на Linux Mint 18. Значит, вот создание живых образов. Здесь, значит, у меня его нет, потому что я другого раздела жесткого диска его переносил. Значит, теперь так. Значит, вот здесь у меня менюшка идет на английском. Ну, смею вас уверить, что вот на русском языке она также хорошо работает. Выставлю русский, значит, программу нужно будет перезагрузить. Вот уже когда появляются надписи на русском языке, вот, пожалуйста, можете создавать там свои изообразы или создавать копии на других разделах жесткого диска. Вот тут работает все нормально. Значит, программа для архивации целых разделов жесткого диска. Вот она. Значит, здесь уже идет версия 5-я. QT5 FS Archiver. Вот, видно, что идет подключение всех дисков. Здесь на русском языке все. Видео уроки по работе с программой FS Archiver. Они, значит, находятся у меня вот здесь. Программы. Вот, пожалуйста. По программе FS Archiver. Так что, пожалуйста. Вот программы основные, которые, значит, я использую, они находятся вот здесь. Дальше. Что еще в сборку вошло? Ну, естественно, значит, пылесосик. Хотя, значит, в интернете появилась информация, что автор сборки, автор программы прекратил на ней дальнейшую работу. Ну, что ж, ну, жалко, конечно. Почему? Потому что практически программа хорошая. Многим она очень нравилась. Вот я, допустим, нажимаю там поубирать все. Так. Ну, конечно, я, пожалуй, что не буду удалять. Ладно. Ничего. Вот. То есть, очень хорошая программа. Ну, две программы по настройке меню загрузки. Опять-таки, в последних моих роликах имеется у нас видео урок по настройке этих программ. Как посмотреть мои, значит, последние видеоролики? Очень просто. Вот смотрите. Авторское видео. Идете, значит, на Алексея Романова, на меня любимого. И здесь, значит, указаны все мои последние ролики. Я обычно люблю выстраивать их в виде списка. Вот. Тут иконки и две программы для настройки загрузки. И установка SystemBug. То есть, все мы вели ролики и идут от самых свежих, скажем так, и к самым старым. Начиная где-то с ролика вот этого, работу с программой SystemBug, которую я еще делал на 17 двойке или на 17 тройке, но, в принципе, остаются те же. Вот. Пожалуйста, можете снова ознакомиться, как работает программа SystemBug. Так. Это, значит, как уменьшается там размеры диска, как установить из винды Linux Mint 18 на флешку. То есть, ну, самые, самые, скажем так, такие вот необходимые настройки. Значит, что включено в сборку еще? Ну, естественно, в сборку, значит, включено мега. Улучшное хранилище на 50 гигабайт. Размеры хорошие, хранить можно много чего. Включен Skype. Skype, значит, Skype Tab, то есть все окна в одном. Например, это вот один корреспондент, допустим, вот второй там корреспондент и так далее. Не надо тысячу окон на экране, а просто перемещаетесь между вкладками. Есть, значит, определенная особенность по настройке. Значит, вот в программах смотрите Skype. И вот посмотрите этот великолепный ролик Сергея Тимченко «Все окна Skype в одном». Потому что в начале, когда вы первый раз запустите Skype, у вас практически будет он не настроенный. А вот уже в этом видеоролике посмотрите, там очень простенький, коротенький, но очень ясный, как поднастроить Skype. Чтобы получались все окна в одном. Ну, естественно, значит, программа очень хорошая. Предустановлено, значит, у меня тут Dropbox. У вас появится предложение ее установки. Установите, введете свои пароли. Если нет, то зарегистрируйтесь. Будет еще одно облачное хранилище небольших размеров, но очень надежное. Дальше, значит, очень часто бывают вопросы по языковым настройкам. Ну, у меня стоит вот два языка. Английское и русское. Ну, сейчас вот у меня стоит, допустим, английское. Вот раскладка клавиатуры. Посмотрите. Вот эта вот клавиша собачка. Так? А если я сейчас перейду даже на русскую клавиатуру. Вот эта клавиша. Буквка «Э». Так вот, чтобы получить знак собачки, когда вы там пишите адрес электронной почты, нужно нажать клавишу «Shift» и русскую букву «Э» или вот эту вот клавишу на клавиатуре английской раскладки. У американцев там, по-моему, идет «Shift» там что-то там один или два, я уже не помню. Ну, что-то такое. Никаких проблем, значит, здесь нет. Стоит таблетка погоды. А таблетка погоды, ну, вот у меня идет по Ливерпулю. В моей сборке, значит, я сделал по Москве. Значит, тут ясно и понятно, это кнопочки очень удобные. Пожалуйста, перезагрузить, выключить там все эти опции. Думаю, нормально. Значит, иногда, значит, вид рабочего стола приедается, хочется новых ощущений. Вот очень хорошая программа, варите. Она меняет рабочий стол там каждую минуту или как там вы ей укажете. Вот параметры. Вот у меня вот ставлен на минуту. Можете поставить там на 20 минут, на час, на день. Как вам нравится. Можете, значит, в опциях даже запустить вот здесь слайд-шоу. И будут у вас куда-нибудь отошли вы там на кухню и так далее, или в какое-то другое место. Вот пока вас нет, экран будет закрыт. Вот такими вот симпатичными кадрами, сделанными там с наплывом и так далее. В любой момент кликнули левой кнопкой мышки и слайд-шоу прекратилось. Можно вот отдельная кнопочка для слайд-шоу. Все то же самое. Вот таким вот образом. Понравился вам этот кадрик, взяли его и поместили в избранное. И даже если там пойдет, к примеру, следующий кадрик, вот такой, вы всегда можете вернуться в параметры, зайти в избранное, открыть эту папку и вот найти вашего этого чебурашку вот здесь. И здесь же можете опять-таки сделать его фоном рабочего стола. Вот таким вот образом. То есть очень у меня такая удобная опция у программы варите. Не надо. Вышли. И вот этот фон рабочего стола у вас будет сохранен до перезагрузки. После перезагрузки, значит, я сделал так, чтобы появлялись новые обои рабочего стола. Дальше. Ну, программы, значит, естественно, это программа для записи изообраза на накопитель. Но я обычно предпочитаю просто действовать. Сейчас вот эта программа, в смысле образ, прямо в менеджере файлов NEMO. Вот. Создание загрузочного USB накопителя. Нажимаете и пошло. Ну, нормально все сделано. Дальше, значит, имеется, значит, менеджер программ и менеджер пакетов Synaptic. Вот эти программы, как говорится, там, попозрите по ним, посмотрите. Что-то установите, что-то нет. Комки менеджер. Ну, что? Ну, вот хороший менеджер. И вот я вам специально, значит, оставил для примера такую штучку. Единственное, я сделаю сейчас фон рабочего стола другим. Изменить фон рабочего стола. Снова вернусь на здесь, чтобы было лучше видно. Вот у меня здесь стоит мой старый адрес моего блока. А я хочу его заменить на новый адрес, на новый веб-сайт. Вот я его взял, скопировал. Зашел в конки менеджер. Вот у меня отмечено конки. Значит, вот раньше открывалась этой штучкой сразу в окне. Сейчас нет. Но зато открывается пока еще все-таки папочка. Здесь мы открываем сам файлик. И в нем можем делать, скажем так, некоторые свои изменения. Вот, допустим, свой адрес прежний. Я беру, меняю на новый. Ну, могу убрать этот вот ненужный слеж еще. И нажму на сохранить. Ну, как видите, изменения, как говорится, были приняты и акцептированы. Значит, ну, еще раз повторюсь, значит, важная настройка именно для сетей. Это вот. Смотрите, еще раз показываю, как говорится, смертельный номер. У вас обычно стоит или ВЛАН, или ВЛАН. ВЛАН это ВИФА, это беспроводная сеть. ВЛАН 0, 1, там 2. ВЛАН проводная. Видите? Ничего здесь нет. Ну, вот если здесь наберете командочку в терминале ИВКонфиг. Ах, я в русской раскладке. Да. Альтшифт. Переключение, раскладываю клавиатуру. У меня по альтшифту. Так. ИВКонфиг. И нажмете Enter. Вы получите вот такое сообщение. И вот в этом сообщении, значит, вам нужно будет взять и скопировать вот этот адресочек. Вот оно. Берете его, копируете, вставляете сюда, нажимаете применить. И вот цифры побежали по экрану. Значит, сеть он зацепил. Ну, здесь я еще делаю настройки, чтобы он стартовал конки всегда при старте системы. Если по каким-то причинам конки вам не нужно, ну, вот взяли его и убрали. В любой момент времени нажали на конки менеджер. Отметили. Здесь вся системная информация у вас, как говорится, под рукой. Ну, а дальше как? Значит, естественно, значит, каждый проживает в своем регионе. Значит, вот здесь вот у меня указана погода там, где я живу, в Ливерпуле. А у вас, я сильно далеко бегать не буду, вот смотрите. Вот здесь предлагается поискать, значит, город, где вы живете. Или город большой, город поблизости, от которого вы живете. Писать нужно английскими буквами. Ну, допустим, я напишу Москву, Москва. Нажимаю на кнопочку Look Up, Искать. И вот он предлагает список. Ну, Россия в нем только вот одна фигурирует. Есть еще вот Москва, Федерал Сити. Это Москва район. Здесь я не знаю, чем они там сильно отличаются. Ну, вот, допустим, столица Федерал Сити. Вот мы взяли ее, скопировали. И, значит, поставили вот сюда. Здесь мне вставлено миллиметр от этого столба, километры в час на пять дней. Вот это вот я убрал. Сильно длинно, много места занимает. И вот сейчас, на данный момент, в Москве вот такая вот, как говорится, погода. Дальше настройки времени. Настройки даты и времени. Пожалуйста, опять-таки, разблокировать. Здесь, значит, в этой сборке у меня пароль самый короткий, единичка. Имя пользователя я оставил прежним, а пароль сделал единичкой. Вот Москва. Заблокировать. Вот у нас уже пошло время московское. То есть, вот такие вот основные настройки, которые, значит, вы делаете уже настраивая под себя. И на настройку, значит, нужно будет вам сделать еще вот такую. Значит, правка источники приложений. Ну, набираем единичку. Вот здесь, это зеркала, которые уже конкретно зависят от вашего места жительства. Вот здесь нажимаете. Ну, вот у меня, допустим, вот такой вот поблизости. Это самый основной. И еще базовые выбираем. Ну, тоже, допустим, я там ждать не буду. Просто показываю. Нажимаю обновить кэш. Он обновит сегодня пакетов. У вас выбирайте самые, что на первом месте стоит. Самые скоростные. Чтобы у вас все ваши там обновления и так далее нашли, как говорится, быстро и нормально. Вот практически и все. Ну, естественно, значит, еще несколько моментов, которые вы можете по своему усмотрению, значит, сделать. Это, значит, настроить уровни, которые вам, как говорится, нужны. Ну, сейчас вот загрузится, загрузится сведения о пакетах. И я вам покажу, значит, как выставляются уровни и сколько раз или с какой периодичностью обновлять систему. Потому что мне никогда не нравилось это ни в Индии, ни нигде. Где произвольно, значит, не спрашивая себя, значит, автоматом начинались там всякие обновления. Причем программ, которые мне были абсолютно не нужны. А здесь, значит, поэтому я, кажется, полный хозяин. Я могу полностью контролировать процесс обновления и что именно на каком уровне будет обновляться. Вот. Ну, сейчас осталось совсем немножко. Вот. Программа все это делает, значит, полностью проверяет. Когда проверит, значит, я это вам покажу дальше. Ну, вот. Можно закрыть. И вот теперь, смотрите, правка, параметры. Первое. Уровни. Вот у меня отмечены только первых два уровня. А ребята, значит, они отмечают еще вот этот уровень. Обновления безопасности не проверены, но считаются безопасными. Вот. Вы мне объясните смысл? Если они не проверены, то кто же тогда их посчитал безопасными? Я их оставляю у себя два уровня. Все. Достаточно. Автообновление. По умолчанию выставлено через каждые два часа и десять минут. Я выставил один раз в 30 дней. И этого, как говорится, за глаза и за уши достаточно. Потому что пользователь не обезьянка, чтобы там каждые несколько минут бегать прыгать. Вот. Предложил я только на втором уровне обновить к нам калькулятор. Да ради Бога. Ну и пусть его обновляет. Нажмем мы ему единичку. Но программка крошечная обновиться должна очень быстро. Вот идет загрузка данных из пакета. И практически он сейчас обновится. Ну вот. Можно закрывать. Вот эта галочка на значке обновления обозначает, что все обновления нормальны. Ну, в паром телевидении, значит, посмотрите там, как оно у вас сработает. Я сейчас постучу к медленной сети. Ну, давайте попробуем, посмотрим. По крайней мере, вот такая вот у вас будет заставочка. И, значит, выберите там себе любой канал и можете его смотреть. Можно сказать, что именно в тысячи же местных кафе больше людей готовят инвалидность. Ну вот. Значит, вот это вот очень шикарное видео-даунлогер. Он позволяет скачивать файлы очень высокого качества. Поясню на примере. Вот посмотрите. Вот если взять любой видеоролик, вот настройка тех же комки. То у меня вот я могу скачать в него встроенная у меня специальная программа, которая позволяет скачать его только на качестве 720, не больше, да? Вот, видите? И меньше. Так вот, вот этот вот разочек, я сейчас ссылочку копирую. Смотрите, что он делает. Запомнили. Качество 720. Вот этот маленький монстрик. Он, значит, анализирует ссылку, которую я скопировал. И предлагает мне уже качество самое максимальное. И по файлику там себе можете скачивать отдельные видеоролики с трубы. Но если вам захочется скачивать плейлистами или там очень много файлов, ну, за это придется там заплатить небольшую сумму денег. Ну, скажем так, вполне терпимо. Дальше. Ну, естественно, значит, я поставил свой любимый SM Player. Я уже всегда и в предыдущих роликах рассказывал и показывал, за что он мне нравится. Кстати, в эту сборку VLC не вошел. А вот, допустим, вот этот дружочек имеет вот такую кнопочку. Броузер под поисковик. И вот здесь вы можете перейти, допустим, в раскладку в русскую. Завести там, я не знаю. Ну, что там, ну. Что? Жанна. Ну, Бечевская, например. Нажали. И вот тут куча, значит, всяких, куча всяких ее песен. Ну, я даже далеко бегать не буду. Вот просто нажимаю, потому что была найдена. Идет закачка сюда. И можете просматривать. Снова в покой. Понравилось вам раз положили закладочки. Если что, перескочили. Вот у меня в закладочках есть еще одна моя любимая группа. Чижик. Все-таки Чиганков и компания. Здравствуйте. 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 То есть тут можно еще создавать свои коллекции. Искать там это самое по интернету самые разные видеоролики. Ну, короче, очень такие вот хорошие возможности имеются у этих программ. Они, скажем так, это называется SMPlayer, а это SMQ. То есть вот таким вот образом, значит, я эту программу использую. Она нормальная, неприхотливая. Значит, программа, которую я сейчас использую для записи с видеоэкраном, называется Simple Screen Recorder. Ну, вот она, так, или я не знаю, второй раз она мне позволит запуститься или нет. Я бы хотел показать некоторые настройки. Вот, смотрите. Значит, у меня все сделано в моей сборке так, что она сразу готова к записи. Во-первых, многие не знают, стоит автоматом Пульсавио, получает все ролики без звука. Надо ставить Альса. Дальше, значит... Ну, я выбрал формат MP4, MP3. Выбрал обзор, значит, куда там это все складывать. И выбрал YouTube, потому что ролики я размещаю на трубе. И здесь указал вот имя ролика. Вот оно. Можете свое указать. Нажимаете на кнопочку Далее, начать запись. И запись пошла. Вот таким вот образом. Очень удобная программа. Значит, ставил я самый новый видеоредактор. Мне он не понравился, а остановился я на старом, который идет из пакета, из менеджера программ. Очень хорошая такая штучка. Сюда добавляются видеоролики, которые вы хотели бы там подредактировать. Добавили их. Поместили вот сюда. И там просматриваете их, там редактируете. Всем привет. И делайте, кажется, что вам нравится. Хороший, толковый видеоредактор. При помощи этого видеоредактора я практически редактирую все свои видеоролики. Так что и вам рекомендую им пользоваться нормально. Значит, ну что. Значит, эта сборка сделана, скажем так, в ознакомительных целях. Но многие программы, которые вот вызывали трудности при настройке, особенно установка супер-буд-менеджера, установка систем-бака, там еще ряд программ. Значит, они практически устранены. И перед вами готовая сборка. Она не намного больше, чем основная. Но она уже, скажем так, поднастроенная для русского человека на русском языке. И, как говорится, пользуетесь себе на здоровье. Возникла потребность, чтобы узнать о какой-то программе больше. Вот, еще раз повторюсь. Имеется, значит, сайт. Сайт мой, linuxformanov.info Вот. И, пожалуйста, вот. Смотрите и по дистрибутивам, и по сборке, и основы для начинающих там как, что, и так далее. Короче, не ленитесь, прежде чем писать, задавать вопросы в начале. Поверьтесь, на сайте там много чего, это самое имеется. И на многие вопросы имеются ответы. Значит, вот таким вот образом. Поэтому, значит, краткий обзор, значит, по linux mint cinamon 18 я считаю, что я сделал. И теперь, значит, по мере наличия, как говорится, свободного времени буду делать обзоры. Буду ставить 18-ый X-Face, made и KDE-шку. Кеды. Вот таким вот образом. Ну что, желаю вам, значит, провести много приятных часов. Значит, за этой сборкой, в конце концов, все-таки я ее настроил так, как полагается. Как говорится, мне нужно. А вам могу посоветовать. Можете, конечно, скачать голый дистрибутив и его настраивать. Дело ваше. Ну, будет много головной боли и будете много задавать вопросов. А как, да что? Здесь скачали, что не нужно. Вот. Меню. Ну, допустим, я никогда не пользуюсь программой вот этой вот, почтовый клиент. Вот. Очень простая опция. Удалить. Программа вам не нужна. Нажали единичку. И вот. Хоп. И пусть она поудаляет все с ней связанное. Ну, не пользуюсь им. Я смотрю сразу все свои сообщения, там, почтовый и так далее. Сразу на почтовике. Вот и все. Не задачиваюсь. Есть какие-то сомнения. Вот, пожалуйста, пылесосик. Зашли сюда. Вот. Зашли в систему. Вот. Вот. И нам предлагают, чтобы очистить. Взяли это. Нажали на очистить. Нажали на единичку. Все. Я использую эту программу где-то там раз в неделю, раз в две недели. Я не делаю это самое очистки там каждые два часа или каждый божий день. Вот. Но программа хорошая. И я рекомендую вам ею пользоваться. То есть, как видите, программы для записи видео, для редактирования, для просмотра там видеороликов. Здесь есть. Тут, кстати, даже несколько видео проигрывателей. Но я использовал вот. 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 Поэтому, значит, пожалуйста, посмотрите, обвыкнитесь, поползайте там, разбирайтесь там с настройками. Ну, большую часть работы, конечно, я для вас проделал, чтобы у вас было как можно меньше, скажем так, головной боли. Если есть вопросы, то на сайт и ищите, как говорится, и обрящите. Ну, ладно. Желаю вам всего доброго и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok